ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Здравствуйте! О, Бурат! Как мы руку держим хорошо! Гвардия! Настоящая наша гвардия! Армия закалила 8 лет! Так что живем! Семёль Павлович, ну что? Наступающим Вас юбилеем! Мы очень гордимся, что Вы живете на Кингисепской земле! Что Вы свою такую долгую, очень интересную, красивую жизнь живете! И служите России! Вы жили России! Вы являетесь ярким примером гражданина Российской Федерации! Советского Союза! Советского Союза! Позвольте мне начать процедуру поздравлений! Всё-па! Это в цепи! Ну ладно! Значит, первое, что я хотел бы Вам вручить... Это... Адрес? Нет! Это письмо из Кремля! Ага! Это Вам пишет президент Владимир Владимирович Путин! Спасибо, Александр Сергеев! Знаете, да? Очень приятно! Очень приятно! Да! Также... Вас поздравляет губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко! 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 Вот это его видите? Ага! Ага! Александр Дрозденко! И глава администрации Кингисепского района Гешили Викторович! Гешили Викторович! Гешили Викторович! Ну, а это вот подарок Вам! Ладно! Так и... Поздравлением присоединяются депутаты городского совета депутатов и районного совета депутатов! Желаю Вам, самое главное, здоровья и ещё раз здоровья! Ну, спасибо! Ну, учитывая так, как Вы жмёте руку, здоровье у нас есть! Как Вы? Да ничего! Нормально! Ничего мне не надо! Немножко ещё пожить! Поживём! 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 Значит, я говорю, чувствую, что какая рука ещё... Да! Так что поживём! Поживём! Ага! Ладно! Спасибо! И социальные работники Вам приходят? Ну, если приходят, то приходят! Не приходят, надо, чтобы приходили! Их не... И социальные работники? Нет! 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 Я сам ещё себя обрабатываю, как говорится! Обед сварю! Да ещё и сыт с немецкой помогает! Так что... А! Дети помогают, да! Молодцы! Помогают, помогают! Да! Замечательно! 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 Очень хорошо! Ну, что-то какой-то вот, всё-таки, эпизод из войны! А-а-а! Что... Может, присядем, расскажете? У меня в военном билете 74-й ВУЗ! Это военно-учётная специальность! Авиационные механики самолётов с порчевыми двигателями! А вот я, когда списывался там, Шестеров остался служить, так он мне сообщил, что все самолёты, а у нас были американские, свезли до свалку, а получили самовары! Назвал их самовары! Реактивные! Реактивные! Ну, там, там бомбардировщики-то, дивизия бомбардировочная стояла, было три полка дивизии, ну, транспортная ещё, полк и прочее, все процедуры эти, которые должны быть присутствовать. Ну, вот я там три года и на Камчатке ещё последние отслужил, да! А истребители у нас стояли на северных Карилах, Курильских островах, Симушир, Парамушир, да! Ну, в общем, там, что, в Корее война началась, так у нас постоянная боевая готовность! Тревоги устраивали учебные, бомбы подвесили, отбой, бомбы опять надо снимать! Ну, я-то механик, старший механик, самолест, таким не занимался, это вооруженники! Вооруженники, была такая служба, они уж и пулемёты заряжали, и бомбы подвешивали и снимали! Ну, вот, ну, ничего, хорошо, Камчатка интересная, около Петропавловска-Камчатского недалеко! Да, там такая природа удивительная! Ну, не то, что здесь глаз не во что воткнуть, а там же горы, горы, горы! Лазили мы и на горы, да! Бывало часа, помню, три-четыре забираемся по склону, какого есть сопки! А вниз по распадку, а в распадке так и снег не растаял никогда, так по этому снегу на сапогах керзовых, ну, и полчаса и спустился! Так, а вот всё-таки, вот, великая честная война, какой фронт? А, а вот потом, когда война кончилась, и с Японией, нет, ещё с Японией не кончилась, нас перебросили, уже я был переведён в бомбардировочную авиацию, в Читу, на аэродром около Читы, и оттуда самолёты наши летали, бомбили передовые позиции японцу в Манчжурии. Ну, а потом, после Читы, вот, и через Комсомольск, Амуро, на Амуре, и Магадан, и на Камчатку, вот так я. Ну, вот, а с Камчатки я уже деморизовался, и деморизовался я вначале в Ленинград к брату, он тут воевал, и под Нарвой был ранен, и лечился в Ленинграде, и там вербовщики ходили, но он тоже же, ну, не офицер он был, не офицер. Он всё больше на интендантской должности. Почему? Потому что он был отцом, выучен отцом, ну, школа такая была, ШКМ, я помню ШКМ, школа коммунистической молодёжи, что ли, или коммерческой. В общем, он там был выучен два курса, он вначале в селе Кай учился-то. Я помню, как его отец отвозил, потом районный центр перевели в Лоино, так он там заканчивал. Ну, в общем, он всё выучился на том, что как уметь считать деньги, то есть хозяйствовать. Хорошо, значит, про самолёты рассказали, про сопки и снег рассказали. Про что они рассказали? Про любовь. Где встретились? На Невском. Ну, вот видите, на самом главном проспекте нашего великого города. Ну, вкратце, если это можно, как это вот, как это произошло? Да, как, как, как. На остановке, на остановке автобусы. Ну, и всё, стали встречаться, встречаться, а потом и зарегистрировались. В 1953 году стали муж и жена. А потом, а я работал на авиационном заводе по проектированию и испытанию реактивных самолётов. Это такой конструктор моторов КИМ, Климов. Сейчас существует этот завод. Только пароголово переведён с лесного проспекта. Сейчас он делает двигатели для вертолётов. Ну, там я отработал. Вот. Вот. Ватой затыкали уши. Как, как шесть часов. Бывала выниженная работа-то. А как раз период на испытание шесть часов, по часовой взлёт, взлётный режим, потом номинальный, потом кресельский, потом остановка и перерыв. А потом опять второй час. Да. Не было этих. Тогда наушнику ни хрена. Да. У меня что-то здоровье попортилось. Да. Да. А потом мы ещё и с женой потеряли комнату. Наш на выселение. Да. Я махнул на этот Ленинград. Завербывался. А получился, попал за Красноярск в город Завозёрный. Там стройка была. Начало стройки. Там я год отработал, да перевёлся в сам Красноярск. А в результате-то попал и в Красноярск-26, где атомная промышленность. Вот я там заработал пенсию в 50 лет. Стал киповцем. Кип я. Контрольно-изберительный прибор и автоматика. Понятно. Могу нам потом на фосфорит, да? Конечно, я здесь дорабатывал на фосфорите. У Жука, такой Жук был начальник, да, Александр Семёнович. Да. Тоже киповцем, да. По высокому разряду я. Давно уже у меня был разряд высокий. Ну, ну всё, слезок, слезок. Слезок кипят. Да. Спасибо вам. Спасибо. Вы наше достояние. Да, да. Вы наше достояние. Вы наша победа, вы наша слава. Да. Мы, как вы сказали, в власти там, мы обязаны. Ага. Это наш долг. Это наш долг и наша святая обязанность. Спасибо.